добрый день дорогие друзья с вами елена виктория можно просто века и и приветствуем вас на мастер-классе посвященном плетению вот такой вот чудесной веточки можно сказать миниатюрной такая средне миниатюрная потому что самая высокая веточка 28 сантиметров вот такой вазочки высота которой 14 с половиной сантиметров это веточка больше зимнего плана поэтому и этой веточки мы открываем цикл работ посвященных именно новому году и крисмасу не будем терять времени приступим к работе для работы нам понадобится бисер у меня красного цвета 4 миллиметровый бисер номер 6 китайские естественно не калиброванные вот такой вот а если нет крупного бисера можно использовать 4 миллиметровые жемчужинки далее бисер зеленый для листочков не калиброванный китайский номер 11 прозрачный с радужным покрытием любимый бисер оператора очень его любят смотрится он шикарно в изделиях проволочка я использовала проволочку двух видов двух диаметров 0 3 миллиметра в диаметре зеленого цвета в аренном ботоне и и на 4 миллиметра в диаметре номер 26 тоже зеленого цвета но для листочков конечно взять зеленые желательно внутри миллиметра но если нет так можно использовать это другую ниточки мулине в три сложения коричневого цвета при сложении я уже не рад неоднократно говорила берете основную ниточку делите на две части в основной ниточки 6 ниточек а так получается 3 линеечка ножнички и для тех кто обматывает ниточками клей которые при высыхании становится прозрачным на воздухе любимый и флора стержень либо отрезчик проволочки длиной от 14 до 17 сантиметров а при высоте вазочки 14 15 сантиметров как у меня вот такой вот диаметр а где-то 0 9 0 8 миллиметров можно до миллиметра уже больше не нужно диаметр брать иначе веточка будет не и изящная и так что мы с вами делаем мы с вами плетем вот такие вот соцветия у меня веточки в одной четыре соцветия другой 5 на этот раз я буду делать где h6 таким образом у меня сейчас два больших соцветия еще заготовка лежит на большое два маленьких и сделаю еще одно маленькое вместе с вами для этого мы с вами набираем на проволочку на 3 миллиметра в диаметре много бисера красного отмеряем примерно 6 сантиметров свободной проволочки придвигаем бисер и начинаем скручивать по три штучки причем складываем бисер так чтобы получи получался треугольничек раз-два-три скруточка три раза затем придвигаем еще три бисерины отмеряем сантиметр придерживаем пальчиком и здесь на этом уровне опять складываем так бисеринки чтобы получился треугольничек раз-два-три скрутка три раза и можете мерить по линеечке либо я вот так вот уже просто чисто визуально могу примерно определить где сантиметр примерно сантиметр один миллиметр не столь большая разница и на маленькую грозочку мы а с вами скручиваем 67 вот таких вот треугольничка то есть 4 вот у меня сейчас будет 5 3 раза не забываем скручивать оператор очень низко держите камеру ничего видно не будет смеется хватит портить все мастер-класс и так вот 6 дальше отрезаем примерно так чтобы свободный хвостик проволочки семь сантиметров был не знаю что с ним делать мне надо оператора менять у кого-то есть свободный оператор пожалуйста нажми на кнопку да получше результат и так у вас получилось вот такая вот конструкция далее если есть наличие проволочка а 0 4 миллиметра в диаметре зеленого цвета либо можно для основы другую взять лучше все-таки зеленая набираем 3 бисерины опять же красных пока я наберу они вообще не набираются даже не хотят вот все наконец-то отмеряем а свободный хвостик проволочки видно где-то шесть-семь сантиметров точно также складываем проволочку так чтобы бисер образа бисеринки образовали треугольничек закрепляем двумя виточками и дальше и дальше мы уже с вами скручиваем примерно на а три сантиметра далее мы с вами отрезаем хвостик проволочки чуть подлиннее а теперь мы с вами формируем гроздь для этого мы берем прикладываем проволочку вот это вот первый треугольничек так чтобы он был чуть ниже верхушечки огибаем вокруг нашей скруточки несколько раз вот этой вот пластиком проволочки и далее по кругу ой держите пожалуйста и далее по кругу вот так вот начинаем очень аккуратно идти вокруг осевой скажем так проволочки там где мы делали скруточку и вот там где у нас будет ложиться этот треугольничек вот туда и мы его и будем помещать и вот последнюю это вот маленькая грусть у нас дальше мы с вами берем все хвостики проволочки и вниз скручиваем где-то на утра два сантиметра далее мы придаем форму этому безобразию делаем так чтобы бисер бисер заполнил все пространство то есть чтобы не было зазоров вот этих вот проволочных можно сжимать немножечко причем она должна быть вот эта гроздь наверху утонченная до потоньше а внизу побышнее потолще это самая маленькая гроздь иногда прям вот сразу форма получается иногда нет вот вот такая вот для побольше грозди вам нужно сделать вот таких вот скруточек из трех бисерин каждая 12 раз и все то же самое точно также обмотать вокруг основы из трех бисерин и получится у вас вот такая вот гроздь уже побольше теперь плетем листочки листочков у нас нужно сплести не так много буквально два вот таких вот одинарных один тройной один одно веточка из четырех листочков и одну две из пяти если уж такая большая прям веточка и так для этого берем проволочку на три миллиметра в диаметре желательно зеленого цвета как я говорила придвигаем линеечку для маленького листочка мы с вами отрезаем буквально 15 сантиметров проволочки и набираем полтора сантиметра бисера еще одну на серединочку видно нет как вы думаете я думаю вот так хорошо отодвигаем в сторону вправо бисеринку крайнюю и свободным хвостиком проволочки мы проходим через две бисеринки далее нам нужно с вами выровнять два хвостика вот так выравниваем и после этого мы уже можем потянуть вниз бисер и у нас получится иголочка теперь вот на этот вот свободный хвостик проволочки мы набираем недостающее количество бисера чтобы завершить нашу петельку иголочку придвигаем чтобы не было зазоров скрутка 1 2 3 4 5 5 раз не три раза у нас должна получиться вот такая вот ножка вот таких вот одинарных листочков нужно 1 2 3 не больше но вот у меня теперь три у самая большая веточка будет дальше мы плетем вот такой вот элемент такую веточку из трех элементов покажу а дальше уже вы сами справитесь для этого мы отрезаем проволочку на длиной 30 сантиметров вы что-то хотели сказать оператор пока не видно видно на славу не моя и так набираем снова полтора сантиметра бисера что-то мне сегодня набирается я размахнулась примерно на серединку перемещаем наш бисер отодвигаем а в сторону бисеринку свободным хвостиком проволочки проходим через 2 опять выравниваем два хвостика то есть петельку пока не затягиваем не такая петелька осталась теперь просто вниз тяну вот так вот этот смещают от бисера у нас получается иголочка и при этом практически ровные вот эти вот хвостики теперь мы должны понять где у нас бисера нет вот это на эту проволочку набираем недостающее количество бисера я набираю чуть больше потому что мы будем плести еще листочек так закрепили и дальше крутим это уже 2 3 4 5 6 7 8 9 примерно 9 конечно же вы можете мерить по линеечке по линеечке это примерно 1 сантиметр 3 4 миллиметра опять все крутят по-разному ну вот примерно 1 и 3 миллиметра если вы меряете по линеечке пока одну проволочку в сторону убираем я пока работаю на этом хвостике мы сюда тоже набираем полтора сантиметра бисера убираем лишнее здесь я немножко замудрила мы ничего сейчас мы с вами должны ножку оставить значит смотрите система такая отодвигаем сторону бисеринку свободным хвостиком проволочки проходим через две бисеринки вот так вот так вот так теперь у нас должна остаться маленькая петелька мы ее пока не затягиваем вот примерно такая что мы делаем а мы теперь смещаем от основания бисерную низку вверх так чтобы у нас свободной проволочки осталось примерно 5 6 миллиметров хотите по линейке мерить хотите вывод на глаз увидите и вот уже после этого затягиваем оставшуюся петельку нам сильно большая ножка листика не нужно вот так в этом случае у вас останется как раз потом место для ножки листочка и набираем понятно нет оператор я вроде пытаюсь убить слава богу и набираем недостающее количество бисера при этом держим листочек вот так вот вниз верхушечка иначе у вас все вот так сползет вы ничего не сделаете выравниваете так раз два три раз два три 4 5 вообще должно быть у меня что-то перемотался дальше а вы два хвостика проволочки скручивается вместе раз два три 4 5 6 7 7 раз это примерно один сантиметр у меня лично и работаете уже на более длинном хвостике проволочки вот на этом и листочек у вас будет противоположной стороны вам все понятно и так мы снова с вами набираем полтора сантиметра бисера что ты будешь делать еще один как-то между опять в сторону право одну бисеринку свободным хвостиком проволочки проходим через 2 доводим петельку до такого состояния чтобы она была буквально там 5-6 миллиметров далее вот так вот вот этот бисер смещаем вниз так чтобы вот эта ножка у вас была где-то 5-6 миллиметров и после этого уже спокойно вот так вот затягиваем нашу иголочку чтобы зазора не было и вот на этот хвостик проволочки свободной которые на котором нет бисера мы набираем недостающее количество бисера так по моему вниз держим чтобы бисер не соскользнул чтобы не было пробел и скручиваем раз-два-три-четыре-пять после этого мы скручиваем вместе два хвостика проволочка вниз 1 2 3 4 5 6 7 то есть примерно на сантиметр придаем форму листочкам вот такая вот веточка у вас получается все то же самое вы делаете для того чтобы сплести веточку из 4 листочков стоит 100 лишь разницы что вы берете проволочку длиной 35 сантиметров то же самое это же самое 5 листочков только длина проволочки 40 сантиметров все то же самое находите серединку плетете верхнюю часть ну и так далее смотрите внимательно и сейчас специально всем все показывала после того как вы сплели листочки и грозья мы с вами приступаем к сборке и так для сборки мы уже берем вот такой вот отрезчик проволочки я уже об этом говорила самом начале и выбираем какая из грозьи будет у вас верхушечкой ну например вот это вот начать можно вот обмотку от основания можно непосредственно отступив примерно два сантиметра я отступлю два сантиметра и начну приматывать раз-два-три чтобы ничего не сползло я сюда листочкой добавлю при этом вот эта скрутка пять раз это у нас не как она называется слава богу вы вспомнили да это череночек мне чуток в голову не полезло и и цвета ложи и что только нет у меня ботанические знания но вот только не то что надо а я что здесь стою это да у меня сейчас тут оператор пока я все готовила для сборки сказала что жалко не кто не слышу а я сейчас скажу я сейчас пожалуйста так вниз примерно обматываем на три сантиметра она сказала что в общем она много часов тратить на то чтобы объяснить мне идею и так далее моя чтобы я снимала мастер-класса а я вот такая вот ступенько никчемные да ну вот вот такой вот у нас оператор она у нас светила бисероплетение стоит и светит это да да она по ночам не спит и вот идеи идеи ее посещают да будет она мне в два часа ночи говорит так иди вот это плети это плети но я надеюсь что все кто нас знает понимает что мы шутим да то сейчас кто-нибудь чуть не так поймет и так на 3 сантиметра это примерно вы можете конечно по другому теперь с любой из сторон вы можете добавить гроздь но я пока все-таки буду использовать маленькую вот где скруточка наша закончилась здесь я и гроздку и добавлю пока мы флор стержень не добавляем и между прочим здесь же буквально меньше сантиметра обмотаю и между прочим здесь я сделаю маленькую веточку из трех листочков а вот так вот вам тоже ножку оставляем можно по-другому можно располагать вот как хотите можете вот как хотите так и располагайте и скоро 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 я уже буду я вижу уже что скоро нужно добавлять а флор стержень или там проволоку как вот у честно я вам скажу мне вот так вот этот листочек все-таки нужно быть здесь сами уже будете смотреть теперь а гроздь мы добавляем уже с другой стороны можете также на расстоянии 3 сантиметра а можете пораньше например здесь я хочу уже большую добавить вот так вот вот так вот я хочу у меня будет она так по пышнее это веточка и здесь уже я непосредственно добавлю флор стержень и буду поочередно добавлять и грозди листочки грозди листочки при том чтобы оставить свободный стебель очек для того чтобы он просто вот плюхнулся вот в эту вазочку сейчас я соберу веточку и мы с вами будем любоваться готовым результатом ну что ж вот такая вот красота у нас с вами получилось вот по центру как раз веточку которую мы с вами плели собрали длина и и ну высота почти 29 сантиметров самая коротенькая 22 сантиметра сейчас я поставлю все вот в эту вазочку и мы посмотрим на конечный результат нашего букетика ну вот так вот смотрится сей букет вазочки надеюсь вам все нравится мне лично все нравится все устраивает может быть потом что-то еще и добавлю ну что ж пожалуйста ставьте ваши лайки пишите комментарии обязательно задавайте вопросы и конечно же подписывайтесь на наш с оператором канал кошка 2015 тире цветы из бисера запятая бисероплетения запятая мк что означает мастер-класс ну а на этом все всем пока пока до новых встреч пока пока